здарова парни есть у меня в коллекции вот такой вот набор однояйцевых близнецов но они почти все разные и даже по этому поводу я их пронумеровал какой из них какой в этом видео я хочу сделать обзор этих близнецов используя один из них как наглядное пособие и вы узнаете например что у них есть вот такие вот интересные козырные малые диффузоры и что этот карбюратор очень технологичен потому что может быть заменен вот так вот очень просто его главный диффузор в первой так и во второй камере ну что ж первую часть я начну так вот с руки а затем уже перейду на свой супертехнологичный штатив так вот с чего начнем это все детище выбора которые впоследствии производились в польше вот завод фос и вот под такой вот лицензии раньше он назывался dcmp 34 dcmp вот такая вот была версия и он впоследствии эволюционировал уже другие карбюраторы ну вот в этих вот ребят я вам приложу таблицу сводную я посмотрел что у меня каждый из них представляет какой там набор жиклеров какие диффузоры в общем что я из них мог вытащить какую информацию я сделал сводную таблицу и вот она у вас на экране можете посмотреть что из них у какого в наличии вот конкретно по этой таблице либо в процессе просмотра видео вам захочется узнать и вот можете вернуться к этой таблице и посмотреть немножко детальнее что она из себя представляет по тарировкам конкретно ну и вот с виду они реально все одинаковые то есть я тут крышки то посбрасывал но с виду они практически идентичны давайте сразу рассматривать некоторые разные отличия которые у них есть и затем уже перейдем к детальному раз в разбору одного конкретного экземпляра так вот на первом смотрите есть у нас картерные газы на холостой ход может и не только на холостой потому что золотниковый механизм этом и не знаю есть он или нет ну в общем этот штуцер для такого дела но у этого конкретного экземпляра нету отбора разрежения на трамблер но он есть вот смотрите у остальных экземпляров отбор разрежения на трамблер присутствует по книге о карбюраторах товарища тшатсяк рекомендую кстати почитать если вы хотите больше ознакомиться с такими вот ретро карбюраторами то там описывается что отличие были у фиат полонез по системе зажигания и соответственно некоторые из них шли более впоследствии на фаршированными какими-то дополнительными функциями это одно но и по отличию системы зажигания соответственно у них либо есть либо отсутствует отбор вакуума на трамблер конкретно еще у этих экземпляров мы с вами наблюдаем что есть либо заводское либо хендмейд или вот такое хендмейд крепление для подсоса дальше дальше из отличий вот смотрите скоба двигает вниз поршень давая ускорительному насосу необходимое давление и вот через носик ускорителя который здесь вот в серединке есть у нас поступает впрыск топлива то вот есть у нас вот такой вот конкретный экземпляр 56 очень он мне понравился на фоне остальных потому что вытянут и возможно бьет туда куда надо а есть вот такие вот куция малые ребята причем разной тарировки которые бьют а ну-ка фокус бьют в одну камеру ну типа мог бы и в 2 но бьют только в одну и вот среди вот этих вот всех ребят я вот выделю такого товарища у которого непонятной гравировкой набита 70 и там еще один тоже такой товарищ есть но и дыра здесь скажу вам действительно огромная семидесятка так вот эта скоба обратите внимание она разной высоты если вот здесь она такая повыше будет здесь тоже повыше здесь немножко пониже а тут смотрите совсем маленькая прям вот я бы сказал обидненько что ли что впрыска здесь типа уменьшенный здесь она тоже не очень высокая он еще и взял ее и и заклинил придется теперь еще и ремонтировать короче эксцессы по ходу самих съемок вот это отличие дальше есть некоторые мелкие отличия по комплектации вот этих вот мест здесь у нас под шестигранник но смысле болт а здесь винт но это такая мелочь у всех есть винт качество и винтом количество является вот этот винт при открытии дроссельной заслонки то есть он работает как наш обычный и старый выбор советского производства вот это у нас узел подсоса который работает очень очень интересно там дальше я о нем расскажу и по основным различиям в принципе все то что различаются жиклеры это понятное дело различаются главные диффузоры тоже понятное дело и из таких скорее всего хендмейт доработок покажу вам что есть вот такой вот интересный экземпляр с просверленным отверстием которого здесь нет это скорее всего какой-то народный тюнинг здесь у нас тоже есть просверленные отверстия в носике распылителя вот ну а таких вот мелкие доработках я еще в будущем расскажу но еще есть у нас подача обратка в одном случае здесь нету 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 и нету но это ничего не все отличия вот для того чтобы показать остальные я возьму зубочистку и смотрите вот сюда она не до конца заходит это воздушный жиклер холостого хода вот и сюда соответственно тоже здесь но небольшой по нём и видно что он небольшой а вот смотрите здесь какая дыра и он туда он просто упал и еще смотрите как ходит вот здоровая дыра тут у нас что тоже здоровая дыра он гуляет а тут уже маленькая то есть если вы себе на вторичке найдете вот такой карбюратор они судя по книге дшитяка предназначены для вас 1 и 3 или вас 1 и 5 ну то есть фиат полонез там все от 124 тот же вас 2101 то есть вас классика но я знаю что один из них стоял на автомобиле зил 130 и даже на нем ездил и причем ездил неплохо а вот по поводу диффузора скажу вам что вот для примера главный диффузор 24 первая камера а вот вторая камера там если вытащить посмотреть 26 миллиметров это огромные главные диффузоры которыми легко можно прокормить волгу без проблем вот волговский к-151 у него размеры 23 на 26 так что можно быть уверенным что такой карбюратор можно и на волгу поставить настроить и он будет ходить вот могут быть нюансы конечно придется плясать скорее всего с жуклерами может быть подачи воздуха на холостом ходу тоже будут нюансы варианты однако факт есть факт пропускная способность по воздуху по воздуху огромная мне понравились у них крышки крышки у всех настолько простые крышкой как как пробка у нее есть только поплавок единственное и устройство и вот отверстие которое идет вон в трубочку и через нее вот в эти вот два канала поступает у нас для системы пусковой для подсоса топлива вот через этот вот жуклер в нем идет бензин и воздух поступает вот в этом через этот вот канал посрединке и этот канал как раз он туда в крышку организован то есть крышка с минимальным функционалом понятное дело что у нее есть фильтр наш классический озоновский которому мы привыкли и вообще минимум функции причем она даже снимается без каких-либо связей с нижней частью это очень удобно не нужно как в озоне там отцеплять пусковое или как в соликсе тросик снимать ну это реально классный приятный бонус но и это еще реально не все бонусы здесь он сделан настолько круто что он как будто специально для полевых условий что его можно в поле на коленке разобрать и отремонтировать причем карбюратор реально вечный потому что у него ни единой диафрагма ни единой пусковое никаких резиночек диафрагм здесь у нас ускорительный насос тоже никаких резиночек все здесь жесткое железное единственное что такое вот мягенькое это бумажная прокладка между нижней и верхней частью ну то есть между карбюратором и его крышкой все тут ломаться попросту реально нечему вот такой вот супер карбюратор в общем давайте теперь цепляюсь на штатив и буду рассматривать конкретный один экземпляр и так карбюраторы те же но ракурс немножко другой давайте будем начинать разбираться с ними что они из себя представляют возьмем для примера вот этот вот средний центральный экземпляр под номером 3 он у меня 83 года выпуска модель 34 с 2 b 1 она имеет некоторое свое неплохое имя среди уа заводов среди людей которые увлекаются там тюнингом своих машин 34 миллиметра дроссельные заслонки как это и следует по названию карбюратор как я уже сказал мега надежный и для всяких оффроуд машин используется очень активно здесь на какие моменты нюансы будем с вами обращать внимание первое первое это круговой обзор не тут у нас еще и он не комплект ну да ладно у нас имеется следующие них привод на обе камеры вот механический привод бывает они с пневматическим приводом и у них пневма привод реализован здесь наподобие как у озона реализован открытием большой такой мембраны однако когда мембрана присутствует то должен использоваться большой диффузор немножко другой формы вот смотрите у нас есть такая вот здесь пятачок который вот в этом месте конкретно видите отсутствует отверстие какое-либо для подвода разрежения если оно бы там было то вот этот пятачок четко бы на него попадал и его бы перекрывал у нас есть вот такой вот экземпляр который самодельным вот узлом крепления для тросика подсоса и у него что мы с вами наблюдаем как раз вот такой вот для пневматики большой диффузор видите с отверстием через вот этот пятачок отверстие проходит и вон там есть вот та самая дырка отверстие для подачи разрежения сюда на вот этот вот пневматический узел так что если его открутить там себе будет дырка вот прям сюда здесь отверстие и отверстие есть еще вот который идет вот сюда в карманчик такой если мы вот эту штуку сюда вот будем ставить смотрите у нас есть тут паз на который мы ориентируем вот этот вот носик и вот это отверстие со своим вот ячейкой такой отлитой попадет как раз туда как раз туда и попадет в общем должны быть специальные я так понимаю малые диффузоры под пневматику конкретно в данном случае у меня есть этот один диффузор диаметр 23 миллиметра второй диффузор диаметр 25 миллиметров встает вот во вторую камеру я так подозреваю что его поставили либо с другого карбюратора либо это регулировка когда подача разрежение идет только из первой камеры вот и получается что вот такими вот главными диффузорами которые еще и по ходу многофункциональны можно регулировать алгоритм работы пневмопривода будет ли задействована вторая камера в алгоритме его открытие или вот таким вот глухим мы его перекроем и он будет тянуть разрежение только через первую камеру вот здесь сразу покажу вам малые диффузоры вот и здесь можно увидеть как их добротно выбивали вот это точно не я делал я таким зверством не занимаюсь диффузоры как видите маркировка четыре с половинкой с большим диаметром входного сечения и выбора нету они все такие хочу вам только обратить внимание на интересную разницу видать пример народного тюнинга в одном из экземпляров я заметил что поверхность очень хорошо обшлифована а внизу здесь заточено прям под лезвие если сравнить это с обычным сошедшим со станка малым диффузором то как видите у него тут толстый выход из малого диффузора и также вверху этот заточен ну еще вот народный тюнинг это отверстие вот так вот вам хорошо его будет видно здесь его нету я такой тюнинг с этим отверстием встречал и в других карбюраторах например в выборах в москвичевских карбюраторах ну выборах в смысле не иностранных а нашего производства и по моему еще в карбюраторах иков я встречал кстати такой вот карбюратор иков в планах у меня тоже будет обозревать потому что их у меня в коллекции тоже несколько штук вон на стеллаже лежит штук пять наверно и 6 даже ну короче маньячество продолжается карбюраторная дальше на что хочу обратить ваше внимание на вот это вот место это у нас переходная система и чтобы вы думали как она круто здесь организована карбюратор настолько подготовлен к тюнингу смотрите и к обслуживанию что это просто космос вот пожалуйста открыл почистил хочешь досверли отверстие не хочешь не досверливай видите заслонка ходит красотень вообще вот она легла нижняя перекрыла и можем наблюдать вот поднимается заслонка и у нас получается перетекает среднее отверстие перекрыто через верхнее подается дополнительный воздух вот с этого канала приходит топливо-воздушная смесь и через нижнее отверстие вытекает поднимаем немножко выше хоп перекрыли верхнее через два уже идет топливо-воздушное и через верхнее вот это вот отверстие уже перестает обедняться и затем максимальная подача на дальнейшем открытии красота здесь просто настолько наглядно можно увидеть работу карбюратора просто просто красотень точно так же и здесь и точно так же в других экземплярах вот заглушка с резьбой пожалуйста откручивай смотри где какое отверстие как оно работает и можно и его доработать дополнительными отверстиями либо те отверстия взять и позаглушать либо если ты насверлил лишнего тоже его заглушить ну короче карбюратор очень гибкий и дает широкие возможности для тюнинга и для ремонта дальнейшим примером его чудовищной ремонтопригодности является вот эта штуковина поскольку она здесь связана с ускорительным насосом наверняка вы поняли что это не экономайзер мощностных режимов это просто напросто обратный клапан и вот этот самый обратный клапан который там что-то еще маркировочку какую-то имеет возможно еще и служит неким жиклером здесь у нас такое отверстие небольшое видать для стравливания какого-то может быть так вот если у нас в озоне забился обратный клапан ускорительного насоса это целая проблема его отремонтировать и точно так же в соликсе а здесь ты его просто взял выкрутил снял почистил поставил назад вот кстати слышно как шарик там бьется и все работай себе дальше вот сверху есть отверстие для слива лишнего бензина который просочился между поршнем и стенкой ну короче это реально вечный бессмертный карбюратор который себе работать и работать кстати вот так что-то у нас тут очень ярко телефон настроился как его бы перенастроить ага вот у нас есть такие вот разные на карбюраторах флажки ускорительного насоса с крючком который принудительно закрывает дроссельную заслонку второй камеры и вот я вам показал только что один смотрите здесь аналогичные конструкции если мы посмотрим сюда то здесь уже совсем другой кулачок ускорительного смотрим еще здесь тоже с крюком такого уже привычного нам вида и здесь тоже с крюком так что можно встретить отличающиеся модификации дальше посмотрим-ка жиклеры которые у нас есть жиклер холостого хода и жиклер переходной системы второй камеры здесь я вам скажу что опять таки я когда их первые разы разбирал то я старался все ставить на место как оно было когда они ко мне приехали так что может быть это было и перепутано так вот смотрите переходная система у нас без маркировки но дыра здоровенная а вот холостой ход сотка сотка и дыра тоже здоровая вот если их сравнить то здесь вот дырка поменьше я думаю что их перепутали особенно учитывая то что когда я перебирал их все то сотка на переходной системе второй камеры у меня встречалась по-моему неоднократно в этих вот карбюраторах так что вот реально вот прям сотка очень жирно и очень я бы сказал правильно для механического привода второй камеры тем более что большие диффузоры как вот с первого экземпляра диаметром 26 миллиметров это прямо очень жирно и для них соответственно нужны жирные жиклеры сейчас мы посмотрим воздушные жиклеры смотрите воздушный жиклер у нас идет он поставлен на эмульсионную трубку такая вот крутого формата кстати заметьте с фасочками я фокус опять не смотрю сюда с фасочками причем фаски направлены вверх по ходу движения пузырьков пузырьков воздуха маркировку здесь не вижу но маркировка в основном на этих вот жиклёрах достаточно большая опять таки в таблице можете их посмотреть в первой камере эмульсионная трубка аналогичная ну и вот получается что у них у всех эмульсионная трубка вот такого вот формата вот рядышком у нас находится еще одна эмульсионная трубка пускового устройства так сейчас я их разложу чтобы потом по местам повставлять вот она кстати тоже обратите внимание она с фасочками тоже с фасками у нас тут есть вот это скорее всего жиклер топливный для пускового устройства это воздушный и вот пожалуйста можно даже жиклёром воздушным и топливным с эмульсионной трубкой отрегулировать пусковое устройство и здесь у нас есть маркировка что это 15 или 150 F1 написано ну и фос лодз вот так что 150 F1 некая вот маркировка пускового дозирующего устройства и вот теперь топливный жиклер второй камеры хочу вам показать главная дозирующая система смотрите как она устроена вон пожалуйста есть у нас внизу забор топлива для главной дозирующей системы вот он у нас сбоку приходит так оно там чтобы подсвечено было в общем оттуда вон она приходит и приходит сюда как в некую камеру такую здесь мы можем видеть такая как выборка и в этом месте может осесть мусор тяжелый он осядет а через вот эти вот отверстия у нас поступает внутрь топлива и через жиклер отправляется в колодец эмульсионный вот такая вот очень хорошая конструкция то есть если вы вдруг там встали на этом карбюраторе где-то он типа у вас забился или с ними еще там что-то случилось то вам не нужно разбирать полностью и целиком карбюратор вы просто взяли вот снаружи прям не снимая кастрюли может быть даже ну или как у вас там оформлена подача воздуха к карбюратору просто вытащили жиклер топливный продули, прочистили назад его вкрутили и поехали дальше холостого хода или переходной системы то пожалуйста выкручивайте доставайте и ремонтируйте все просто мега ремонтопригодно если поставить нам крышку давайте с вами еще вот омега ремонтопригодности продолжим поставить если крышку но здесь уже конечно сомневаюсь что ремонтопригодность будет зашкаливать если типа карбюратор в таком вот виде попробовать вытащить в воздушный жиклер то этого дела у вас не получится но учитывая то что крышка снимается шестью винтами что кстати обеспечивает хорошее по периметру четкое обжатие без какой-то отдельной оторванной точки которая несет на себя огромную нагрузку то прям крышка продумана хорошо мне очень нравится шесть винтов классное решение мне по душе во всяком случае в общем это дело оставляем в покое с малыми и главными диффузорами мы разобрались с остальными системами в принципе более менее здесь мы с вами видим холостой ход у нас идет отверстие которое потом поворачивает сюда чтобы подать на холостом ходу что отрегулированную винтом качество смесь давайте с вами выкрутим этот винт чтобы увидеть как он выглядит и вот здесь наверное мы найдем с вами единственное уязвимое место этого карбюратора это резиночка единственное что может в нем износиться это резинка на винте качество но он стоит вот таким вот образом то есть выпрыгнуть сам он по идее не должен и длина вот этой резьбы обеспечивать будет достаточно хорошую герметизацию даже когда вот эта вот резиночка уже устанет и скажет что все хозяин я хочу на пенсию даже в этом случае герметичности здесь будет я думаю немало а в том случае что это такой колодец и он грязюкой у вас набьется если вы где-то на оффроуде будете кататься с таким карбюратором то герметичности у вас там будет завались и теперь заключительный этап вот этого замечательного оригинального карбюратора это пусковое устройство так называемый в народе подсос что мы можем узнать из этого оригинального устройства во первых по книге когда мы пользуемся этим пусковым устройством педаль газа нажимать нельзя вот так вы его затянули и газ трогать нельзя заводите и оно начинает фунциклировать каким образом посмотрим здесь у нас просто полостя ну просто вот пространство некие тут у нас подпружинено и вот этим вот рычажком у нас поднимается поршень вот этот вот вот смотрите хоп и он вот поднимается когда он поднимается он дозирует вот сюда подаваемый воздух через вот этот канал вот он соединяется тут вот как вы ой извиняюсь есть два отверстия одно и второе одно подает сюда воздух вот второе подает воздух сюда вот аж в нижний канал который соединяется вот с этим вот большим колодцем вон смотрите и когда поршень у нас приоткрывается смотрите вон хоп он начинает двигаться поршень этот имеет конусную форму ну такую легкую конусность и дозирует потом дозируется у нас воздух два отверстия они соединены с подачей воздуха вот сюда когда мы подняли его на половинку мы перекрыли одно отверстие один жиклёр воздуха когда максимум мы даем подсоса оба воздушных жиклёра перекрываются и тогда вот эти два жиклёра воздушных дают максимально обогащенную смесь вот соответственно максимально у нас открывается вот тут конусная часть и максимум топливо воздушной максимально богатой смеси поступает прямо во впускной коллектор даже если у вас тут будет стоять теплозащитная проставка вот такого вот плана это дело предусмотрено и там есть вон видите пропилы через них обязательно поступит необходимое топливо для запуска холодного двигателя это ещё одно доказательство того что этот карбюратор просто неубиваемый вот и получается древние технологии начиная с 70-х годов вот в таком виде по сути дожили до нашего времени если вы посмотрите на некоторые заграничные магазины сайты тот же ebay вы сможете найти такой же карбюратор абсолютно новый или реставрированный за очень хорошие деньги скажу вам так что до сих пор карбюраторы ценятся до сих пор они имеют свои просто несокрушимые как этот неубиваемый карбюратор достоинства они могут жить в самых лютых условиях и действительно осуществлять свою работу достаточно качественно конечно с точки зрения экономичности я не скажу что эти карбюраторы экономичные очень большие диффузоры главное малые диффузоры именно такой вот конструкции но если у вас достаточно большой мотор и вы поставите его на свой вот достаточно большой мотор вы в принципе могли бы обеспечить себе неплохую экономичность мега чудовищную надежность и некую оригинальность потому что такие карбюраторы сейчас являются редкостью на этом все товарищи надеюсь это видео было вам полезным счастливо вам в адаптации интересных карбюраторов на ваши машины и как обычно маленькие бонусы для самых стойких и внимательных вот заметьте как вот этот вот носик который развитый 56 стоит прямо вот над ребром практически малого диффузора и действительно таким вот носиком можно хорошо выкрутить направление струи и сделать его вот прям классным в узкую щель вот такая вот реально классный вариант по сравнению вот с этим вот пикинесиком который максимум самое лучшее что он может это бить перед заслонкой перед осью заслонки так что такая вот хорошая конструкция кроме того то что он такой высокий дает ему защиту от эконостирования то есть чем он выше тем получается большее разрежение нужно чтобы через него как через эконостат начал постоянно литься струей постоянный бензин поэтому ну как бы тоже такой себе интересный получается бонус а вот а вот вот и Продолжение следует...